Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим с вами о недавнем случае с консолью Xbox One. Дело в том, что у многих пользователей недавно коллективно накрылся Xbox. У кого-то он не реагировал на простые действия, у кого-то лишь высвечивалось окно гайд, и в большинстве случаев это всё сопровождалось чёрным экраном. Люди, конечно же, запаниковали, начали писать в форумах, в группу ВКонтакте и мне в том числе. Даже дошло до такого, что многие из ребят успели сделать сброс до заводских настроек. Ситуация была реально пугающая, так как в истории Хуана такого ещё не было. Представьте, заходишь в Xbox One, а там чёрный экран. Перезагружаешь, ситуация не изменилась. Это... это жестоко. А что, собственно, вообще произошло и почему так случилось? Дело в том, что из-за нестабильной работы, а именно из-за неполадок Xbox Live, получилась вот такая вот странная ошибка. И она связана напрямую с серверами Xbox Live. Есть два предположения на этот счёт. Если вы не заметили, то Live лагает перед каким-то событием. Вспомните E3 2017, E3 2018 и, к примеру, Gamescom 2018. Если вы внимательны и вы включали консоль перед этими событиями в течение так вот недели, то вы можете вспомнить, что Live тоже падал и чудил. И всё это было связано с подготовкой раздачи халявы. Напомню, что 5 февраля состоится новый выпуск Xbox Insight, о котором расскажут о Крэкдауне 3, Metro Exodus, также объявят о следующих игр по подписке Xbox Game Pass и о многом другом. Есть предположение, что на данном мероприятии тоже будет раздаваться халява, и проблема была связана напрямую с этим событием. Второй же вариант, наверное, более правдоподобный. Он связан с подготовкой внедрения облачных технологий. Если вы не знаете, то Крэкдаун 3, который выходит уже через 2 недели, имеет эту технологию. Соответственно, чёрный экран мог быть именно из-за этого. Кстати, лечение данной проблемы было самое простое. Надо было просто отключиться от сети. По секрету, я с этой проблемой вообще не столкнулся, так как играл в этот день без сети. Поэтому на такие ситуации, а именно когда с вашим фаном происходит что-то не так, сначала перейдите на сайт состояния службы Xbox Live. Ссылку на сайт я оставлю в описании. И если же там какие-то неполадки, то просто отключитесь от сети и переждите. Если же неполадок нет, то просто почистите кэш. И всё встанет на свои места. Да, вот так вот всё просто. У меня на сегодня всё. Обязательно поддержите лайкусиком, если вы столкнулись с этой проблемой, или же знали об этом. Не забывай подписываться на канал, чтобы быть в курсе следующих видео, а также пиши в комментариях на этот счёт, столкнулся ли ты с этой проблемой или нет. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.